Я понимала, если бы ко мне нормально бы относились, я бы тоже бы относилась. Может, я бы сняла бы маску, что я очень сильный человек. Я понял то, что я просто хотела, чтобы меня кто-то обнял, чтобы меня кто-то любил. Я этого никогда не чувствовала. Меня зовут Мария Панкеева. Я из Украины. Я родилась в маленьком городке в Чернихове. Когда мама узнала, что она беременна, она не хотела меня. Она хотела сделать аборт, но отец настоял, чтобы она меня родила. Но когда она была беременна, она, скажем, она вела чуть неправильный жизненный образ. Она курила, она пила. Она все делала для того, чтобы меня не было. Но я родилась, родилась проблематично. Скажем, меня спасали, но я выжила, скажем. И когда прошел где-то полгода, может, год, мать, после родов, она сошла с ума. И отец ее не поддерживал. Отец пил, он ее избивал. И пришли власти наши и отобрали меня. Отобрали я была до трех лет в дом малютках. И все, что я помню, это жестокость. Очень большую жестокость. Я не имела права на ошибку, на элементарную ошибку. К примеру, то, что мне очень сильно запомнилось, что если ты не так нарисуешь, ты можешь забыть об ужине. Или ты будешь ночевать в туалете. В прямом смысле текста. Тебя не пустят в постель. Или же я помню, как воспитатели приходили к нам пьяные, выгоняли нас с кровати и ложились на кровать. Мы просто стояли целую ночь. Или другие какие-то вещи. Это я, к примеру, говорю. Поэтому у меня с детства была какая-то злость, всегда раздражение. И я была в таком состоянии до семи лет. Когда мне исполнилось семь лет, меня перевезли в интернат, для того, чтобы я могла там учиться. И в интернате ты тоже, скажем, встретился с проблемой тем, что ты понимал, что нужно выжить. Как бы я понимала это так. И в первом классе, и с первого по девятый класс я вечно в драках. У меня была очень проблема с гневом. Я не могла себя остановить, если я злилась. Все, мне нужно было драться. Мне нужно было кого-то прибить. И был такой момент, когда я поняла в восьмом классе, что я могу убить человека. У меня настолько падала клямка, что я понимала, я могу убить все. И все, что я слышала всех девять лет, что ты или будешь на зоне, или ты умрешь до восемнадцать лет, тебя ничего не ожидает. Ну, нас никак не мотивировали вставать лучше, воспитать или то же самое. Скажем, я начала первый раз попробовала курить это в девять лет где-то. И я была потом уже зависима. Была очень сильно зависима от курения. Я все делала для того, чтобы оставить свой авторитет. Для меня авторитет был выше всего. И это все делалось для этого. Помню, как все меня боялись. Но я помню ту борьбу внутри, что я хотела к себе другого отношения. Я понимала, если бы... Может, если бы ко мне нормально бы относились, я бы тоже бы относилась. Может, я бы сняла бы маску, что я очень сильный человек. Я поняла то, что я просто хотела, чтобы меня кто-то обнял, чтобы меня кто-то любил. Я этого никогда не чувствовала. Поэтому у меня никогда не было цели в своей жизни. Ну, и я помню, я хотела умереть молодой. Мне казалось, до 28 лет я хочу пожить. Я попью, я покурю. Все. Это моя была цель в жизни. Где-то, да, там... Буду под забором лежать. Все. И я помню, я готовилась к тому, чтобы быть на зоне. У меня были такие мысли. И потом я выпускаюсь с интерната. Ну, я должна была выпускать. С нами работали верующие. И они говорили о любви Божией. Но для меня... Я не хотела этого слышать. Какая любовь Божия? Где он был, когда? Вот такое все за мной происходило в детстве. Где он был? Я не нуждаюсь в таком Боге. И я из-за этого ненавидела. И я знала, что Бог есть. Я чувствовала это где-то. Я помню такой момент, когда в лагере, там, в одном христианском, они уже как бы верующие, ну, очень уже как бы мне показалось, навязывали Бога. Положили мне Библию. Библию на стол. И я просто ее со злости порвала. Я очень... И тогда... Вот тогда я увидела Бога, скажем, во сне, когда Он сказал, я прощаю тебя. Но я все равно... Я как бы... Я чувствовала, что Бог меня зовет все это время, но я не ишла. Для меня это было препятствием. Как Бог любовь? Где он? Почему он так несправедливо поступил? И потом приезжает... Я уже маю выпускаться, приезжают с девятого на... Скажем, верующие, пытаются строить с нами отношения. Понятно, что со мной никак не получается. Я просто спорю, я доказываю свою точку мнения. Моя цель – загнать их в угол логическими вопросами. Просто. И у меня это получалось. И я от этого получала удовольствие. Ну где же Бог? Почему у тебя нет никакого ответа на мой вопрос? Значит, его нету. Или еще какие-то такие. И они не хотели со мной толком общаться. И потом они объявляют на выпуске, что будет такой дом, дом-шелтер, куда могут приходить выпускники интерната. И они будут нам помогать. И просто строить отношения. Ну я-то услышала, и нет. Это сразу крест. На встречу выпускников я приеду, но жить в шелтере я не буду. Нет, все. На то время лидера шелтера, сейчас они уже директора организации Last Bell. Муж и жена, Оксана и Андрей, им Бог через американку открыл, что они должны заниматься сиротами. Это их служение, это их призвание. И не знаю, меня что-то зацепило у них. И потом я опять приезжала, опять приезжала. Я с ними много спорила, много доказывала свою точку зрения. Первая точка зрения, которую я хотела доказать, вы все лицемеры. Я не верю. Как это так, что вам никто не платит, что вы так просто бесплатно все делаете. Да нет, нет, нет. И в тот же момент я видела совсем другое отношение ко мне. То, которое я никогда не видела. И меня это сильно зацепливало каждый раз. И как бы я об этом никому не говорила, ну, из лидеров. Я просто, из-за этого, что меня это зацепливало, и приезжала, и приезжала в шелтер. Я понимала, что я могла хотя бы на какое-то время, может быть, там снимать свои маски. Чувствовать себя, скажем, более в безопасности себя там чувствовала. И потом они делают лагерь на море на две недели. И я туда, конечно, поехала. Как это так бесплатно? Поехала и отдыхали. И я могла, скажем, смотреть за их жизнью. Я смотрела. Я люблю очень наблюдать за людьми. И я наблюдала, просто со стороны наблюдала, как они себя ведут, как они разговаривают, как они строят отношения. И меня это все зацепило как-то. И я говорю своим друзьям, наверное, я приду к Богу. Я это чувствую. Ты, Машка, ты придешь к Богу. Да ты что, прикалываешься? Шутка. Говорю, наверное, я не знаю. Я чувствую, что-то внутри, это была какая-то борьба. И заканчивается этот лагерь, и я уезжаю в училище. Я говорю, Господи, и как-то я помню такие мысли, дай мне смелость прийти как-то к тебе. Я не знаю, как это делается. И я звоню лидеру этого дома, Оксане, говорю, приезжай, я хочу с тобой поговорить. И она приехала. И мы очень долго говорили, я помню, очень долго. И я ей как-то сказал, говорю, я хочу прийти к Богу, я хочу покаяться. И она просто останавливается, где-то минут пять она просто смотрит на меня. И потом она просто начинает плакать, потому что она никогда не думала, что я приду к Богу. Никто не верил, что я захочу прийти к Богу. Это особенные люди. Это люди, которые заменили мне родителей. Это люди, которые стали для меня самыми лучшими друзьями. Это люди, которым я могу прибегать за советом, за поддержкой. Я знаю, что они меня поддерживают. Скажем так, я вижу, как Бог через них работает во мне. Я хотела сделать сюрприз для Оксаны. У нас был как-то разговор. Говорю, Оксана, давай я возьму твою, вашу фамилию. Ну, так как бы в шутку. Ну, бери. И мы с Панком, с Андреем, мы просто втихаря все делали. Ездили менять документы, то, сё. И на ее день рождения говорю, у меня есть подарок для тебя. я ей даю паспорт, она берет, открывает. Что? И вот так вот где-то минут десять она не могла поверить, что я уже панкеила. Моя встреча со Христом началась еще в очень раннем возрасте. Я, скажем, я не знаю, что это, но Бог всегда говорил со мной во сне. Всегда. Я и до сих пор Он говорит со мной через сны. И когда я просыпалась, я не знаю, это не неописуемые чувства на самом деле. Это то, что ты не можешь рассказать. Но когда ты встречаешься в момент покаяния, ты сдаешься, ты говоришь, что я не могу так жить. это такое, ну, как бы, то, что ты просто с себя груз, что ты что-то носил, 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 и ты не просто что-то маленькое носил, или большое, ты просто большое, очень большое носил. Ты просто с себя это и все. Просто говоришь, я сдаюсь. И в этот момент Бог, я не знаю, Он дал мне радость. Я вот в тот момент почувствовала радость какую-то, не описывая, я когда покаялась, я все равно не могла бросить курить. Это было для меня очень, очень сильно. Ну, как, я была очень сильно зависима. Когда начинались какие-то ломки, все, от меня все убегали, все. И еще два года после покаяния я просто курила, я не могла. Я скуривала, скажем, полторы пачки в день. Это где-то 20 с чем-то сигарет. И несмотря на то, что я, скажем, вставала, у меня был кашель курильщика, я, как это сказать, плевалась черным. У меня в легках все болело, меня это не останавливалось. Все, мне нужно получить сигарету. Все на этом. Я хочу, все. И тогда Оксана, она проводила со мной душепопечения. И я, уже, наверное, как год она со мной проводила душепопечения. И я помню, я выхожу, душепопечения, и иду, задумаю девчонка, она покупает себе сигареты, мы идем за ларик, чтобы покурить. И в этот момент я осознаю, что Бог везде. Ты не спрячешься. И мне как-то так стало и стыдно, и страшно, и как-то все, я забросила, ну, говорю, помоги мне бросить курить. И когда я один день не покурила, вот это для меня было счастье. Я всегда себя мотивировала, если я сейчас начну курить, вчерашние страдания были напрасны. Потому что я не выходила две недели из дома. Я вот такое лежала в ломке, вот так, вот так лежала просто все. Как бы. И Бог меня, скажем, освободил от курения, освободил и освобождает от гнева, и освободил, и освобождает от других вещей. Я не могла долго отпустить это отца. Я во всем его винила и говорила. И перед смертью, даже я не знала, что он умрет. Говорила, ты во всем виноват. Если бы ты поддержал маму, если бы ты себе бы нормально вел, не пил, у меня была бы нормальная жизнь. Я бы не прожила бы, скажем, ту жизнь, которую я прожила. и просто я начала ему все высказывать. И для меня было очень трудно отпустить это. Когда я слышала, что нужно простить кого-то, это все. Это для меня я хотела там внутри разодрать, ну как простить, ну как, то, все. и скажем, я отпустила, я сказала, я отдаю это Богу. Когда он умер, у меня еще, скажем, год, может, два, я не могла отозраться. И, скажем, я бы так сказала, что сравнение, то, сколько мне помогло просить, понимая, то, сколько ты делал против Бога. И он, несмотря на это, он прощает тебя, он милует, он, Бог и дальше хочет строить с тобой отношения. И, вот я видела его любовь, и меня это просто, ну, это покорило и покоряет до сих пор. Когда ты вот сорвался, а Бог все равно милует тебя. И я сказала, господи, я хочу, я хочу быть как ты, я хочу иметь те же чувствования, я хочу иметь тот же характер. Если ты призываешь меня к прощению, я просто соглашаюсь, это мой выбор прощать, я не хочу смотреть на свои чувства, что я чувствую к этим людям. Без Христа у меня не было ни цели. Со Христом у меня есть цель, это сам Христос и идти на небеса, быть с Ним. Без сниг льдьииьииииииииииииииииииииииииыииииииии.com,